так с рейлистом мы с вами разобрались теперь давайте поговорим о такой класс обертки операции автоупаковки автораспаковки смотрите мы с вами сказали что рейлист может хранить только ссылочные типы данных да то есть по сути не могут хранить столько объекты если быть точнее ссылки на объект что же делать если мы хотим там хранить примитивные типы данных ну какие-то цифры и буковки как в этом случае быть как в лист например положить примитивные типы данных для этого в языке java каждому примитивному типу данных соответствие был поставлен ссылочный тип данных то есть языке java все является объектом кроме примитивных типов данных и некоторые конструкции работают только ссылочными или объектными типами данных такими как рейлист и если мы хотим чтобы в этих конструкциях сохранялись примитивные типы данных то нам их предварительно нужно преобразовать в объект и для этого каждому примитивному типу в соответствии был поставлен объект обвертка или класс обвертка вот у нас примитивные типы данных а вот ссылочные типы обвертки таким образом мы можем получить объекты которые внутри себя будут хранить примитивное значение и эти объекты уже использовать например серые листов понятно это как это работает как происходит превращение примитивного типа данных в объект и обратно или обворачивание вот есть такой пример на котором это наглядно видно вот у меня есть две переменных x и y типа integer я беру и их инициализирую типом int то есть у меня переменная ссылочная типа то есть я переменную объявил интеджером интеджер это ссылочный тип данных а инициализирую 12 12 это примитивный тип данных int создается впечатление что вот эта операция некорректная на самом деле в джаве эта операция корректная почему когда компилятор видит что я в тип обвертку пишу или инициализирую примитивный тип он сам автоматически создает объект обвертку сохраняет туда примитивное значение ссылку на этот объект сохраняет в данном случае в x вот другой пример и такая операция называется боксингом операции боксинга производятся автоматически там где это необходимо то есть везде где необходимо произвести переход от примитивного типа к ссылочному происходит автоматически эта операция называется боксингом вот другой пример где мы берем и складываем xy икс ссылочная переменная y ссылочная переменная два адреса складывать не правильно тоже как бы вроде должна быть ошибка но опять же компилятор видит рантайм видит что здесь у нас тип обвертка здесь у нас тип обвертка для того чтобы эта операция отработала корректно что надо сделать надо из икса извлечь примитивное значение из игрека извлечь примитивное значение их сложить и получить результат обратная операция перехода от ссылочного типа к примитивному называется анбоксингом и тоже производится везде где необходимо автоматически то есть операция боксинга боксинга везде где необходимо производится автоматически понятно да сумму посчитать где ну мы же написали сложить а как мы должны применить операцию сложения 12 к 15 там строки а здесь строки то есть вот когда мы тут тут операции называется конкатенация строк там когда что угодно складывается со строкой это что угодно превращается сначала в строку а потом эти две строки склеить строки склеивают это просто конкатенация строк здесь строки нету если бы я вот здесь в начале бы написал строку и плюсик поставил тогда было бы строка 12-15 так как нет строки эта штука тут не работала понятно что такое операция боксинг и анбоксинг с ним есть много интересных моментов связано смотрите попробуем попробуем повторить то что мы только что с вами делали нет int это примитивный тип данных интеджер ссылочный не ну как int это тип данных нет он так и называется интеджер это как бы полное название целого числа вот по тип данных инт но есть еще тип данных интеджер но это уже ссылочный тип данных вот мы объявили три ссылочных переменных хочу показать интересный эксперимент смотрите x равно 12 на y равно 12 и south x равно y а как вы думаете а что будет true или false знали как это мнение разделились тут как надо рассуждать это у нас что ссылочные переменных это у нас ссылочные можно ли сравнить две ссылочных переменных можно что в этом случае мы будем сравнивать два адреса адреса у нас тут одинаковые ли разные ну по идее разные но по факту одинаковые вот нет почему сейчас разберем но есть другой прикол а как вы думаете а вот эти числа будет true или false теперь вопрос а почему если false да будет false и тут получается какая интересная штука 12 равны между собой а 212 между собой не равны и и тут возникает вопрос а почему так а мы с вами на этот вопрос не можем ответить пока мы не понимаем что происходит под операцией боксинга вот здесь происходит операция боксинга да вот это число обворачивается в объект и записывается сюда ссылка на мы говорим про и заходит операция боксинга а физически это что что из себя представляет операция боксинга что происходит под капотом вот всегда как бы чем больше магии тем сложнее с этой магией работы то есть когда все прозрачно операции все простенькие ну то есть все наглядно как только под капотом начинается какая-то магия могут быть в этой магии тонкости которые себя ведут не так как ожидалось и у вас вот получается какая-то непонятка тут магии мало а а когда вы начинаете работать там с большими фреймворками да то есть вы написали строчку кода какого-то вызов какой-то там слово одно написали а за этим словом операции происходит больше чем во всем вашем приложении умноженном на 10 то есть в этом три строчки кода а там 50 классов задействованы где-то ошибка вылезла и у вас вот она вот такая смотрит и там и ни одного знакомого слова ваших вашего кода в этих ошибках нету блин что я такое сделал что все у них там поломалось вот что происходит здесь под операцией боксинга понимается следующая операция integer value of сюда пишется вот 212 то есть мы пишем вот так а под капотом происходит вот это причем value of имеет следующую реализацию то есть ну когда я написал вот так вызвался метод value of и под капотом и так выглядит вот так что здесь происходит смотрите методу value of в качестве аргумента приходит целое число это целое число проверяется на диапазон от low до high low имеет значение минус 128 high имеет значение по умолчанию 127 но это верхнее значение может на конфигурирование то есть по умолчанию хай 127 но можно его менять то есть через пара ну через параметры виртуальной машины при старте виртуальной машине и и можно сконфигурировать так чтобы хай был тот который вам нужно и если ваше значение попадает в этот диапазон то возвращается значение из кэша в данном случае кэш это массив объектов интеджер от минус 128 до 127 в диапазоне если ваше значение диапазон не попадает создается новый объект просто интеджер через конструктор получается 1212 в диапазон кэша не попали значит был вызван конструктор для икса и для и грека каждый вызов конструктора создает новый объект соответственно в иксе и в игреке объекты в данном случае с разными адресами поэтому фоллс когда у меня было 12 12 в диапазон попало следовательно была взята ссылка из кэша и для икса и для и грека и эти обе ссылки ссылались на один и тот же объект поэтому было true вот такая логика причем верхнюю границу можно менять где-то должно быть написано как сейчас посмотрим на кэш вот где-то наверное вот в этом вот вот если вот эту команду смотрите помните у нас было фоллс 212 нам давало фоллс 212 нам давало фоллс 212 дает фоллс фоллс мы идем в edit configuration здесь есть vm options вставляем сюда строку и size пишем 300 apply ok run теперь true ну то есть я размер массива вот этого кэша увеличил до 300 и теперь 212 попало и теперь 212 это как бы ссылка на один и тот же объект а не уменьшить нельзя можно такого увеличить а здесь также идет от нуля если мы там возьмем 300 и 200 то будет уже false а 300 уже 301 уже будет false 300 300 включительно будет true тут идут не тут идут значения от 128 до 300 300 включительно мы указываем значение максимальное не индекс а значение тут идет именно от значения индекс там будет у нас же массив от нуля но в нулевом элементе массива будет минус 128 потом в первом и минус 127 поэтому моё 300 будет лежать там в 400 каком-то индексе ну ну что будет если моё место сравнение иклс будет сравнивать по значению то есть здесь идет сравнение по адресу а иклс будет сравнивать по математическую операцию сравнение производить иклс будет всегда давать true потому что физически эти величины равны в чем прикол именно вот операции проверки равенства а неклс эта штука быстрее работает сравнить адрес быстрее чем хотя для и здесь в принципе не будет никакого ну быстрее не будет короче что адрес сравнивать что целочисленные значения наверно в принципе по скорости прироста не будет здесь будет прирост по экономии памяти то есть если мы берем тут опять же вот золотая вот эта середина в чем если мы с вами для каждого числа будем создавать отдельный объект это будет долго на создать много памяти на хранить а потом долго на удалить например мы с вами активно оперируем числами обвертка для каждого числа будет создаваться отдельный объект потом этот объект будет сборщиком мусора удаляться для того чтобы это не происходило берут этот кэш и все числа которыми вы оперируете получаются из кэша у вас для каждого числа всегда один объект нет куча объектов пятерок куча объектов двадцаток это просто ссылка на один объект с пятеркой ссылка на один объект двадцаток но если этот кэш сильно задрать то у вас получается всегда будут храниться в одном экземпляре все числа в памяти то есть вы создадите миллион у вас будет миллион объектов в памяти всегда лежать и всегда ее кушать неважно того используете вы эти числа или нет вот поэтому есть какой-то такой баланс но это уже все на такую очень тонкую оптимизацию производительности когда вы уже понимаете какие у вас диапазон чисел сколько операций есть смысл вот эти кэши делать нету смысла тут уже как бы такая тонкая тонкая грань но когда у вас количество операций там переваливают за миллион в принципе тут уже профит начинает наблюдаться когда у вас там десять операций вы не заметите разницу ну и в тестах нигде вы ее не заметите у вас погрешность измерений будет больше чем время выполнения но когда у вас количество операций вырастет там в миллионы раз то там уже это будет как бы ощутимо вот все эти штуки почему потому что миллион чисел миллион объектов собрать сборщиком мусора а потом миллион их заново создать но это уже какой-то ресурс процессора будет задействовал тесно ну вот как бы такие тонкости есть вопросы на примере смотрите кстати я хочу в рейлист складывать числа я делаю рейлист и типизирую его интеджером теперь я в рейлист в этот добавляю вот вот у меня в рейлисте мы и лежат обвертки объекты обвертки где это может использоваться смотрите часто при работе с базой данных когда вы ну есть такое понятие бинт это объект который нужен только для хранения данных ну что такое база данных база данных это какие-то таблички со строчками там хранятся данные ну ну база данных это табличка по сути где есть колоночки есть строчки в колоночках там ну например у вас есть база данных юзеров строчка это юзер 1 юзер 2 юзер 3 юзер 4 юзер 5 колоночки это логин пароль адрес почта телефон это реляционная база данных у нас с вами хранения данных происходит ну часто ну в принципе база данных можно разделить на две группы это реляционные базы данных и новую SQL базы данных или SQL базы данных или SQL базы данных и новую SQL базы данных реляционные базы данных хранятся в виде табличек но SQL базы данных хранятся по-разному где-то в виде объектов где-то в виде строк где-то в виде джейсонов где-то в виде документоориентированные базы данных ну там по-разному совсем но классика это SQL базы данных реляционные еще называют базы данных вот они как таблички а у нас с вами приложение объектноориентированное то есть мы с вами оперируем объектами а в базе данных оно хранится табличками и нам надо в базу данных данные когда-то сохранять а когда-то из нее читать и работать с этими объектами так вот надо производить переход из реляционной базы данных в объекты из объекта в реляционную базу данных вытягивать данные и из них делать объекты чтобы с ними работать а потом эти объекты когда надо обратно состояние этих объектов сохранять в базу данных Так вот эти объекты называются часто бинами, классы называются моделями, их называют еще бинами. Так вот для представления числовых типов данных из базы данных часто используют именно интеджер тип данных. То есть у вас значение в объекте, то есть значение в базе данных какому-то соответствует тип данных интеджера. То есть в базе данных есть тип инт, а у вас это не инт, а интеджер. Для чего? Для того, чтобы вы когда, например, пустую, пустое число сохраняете в базе данных, оно туда идет налом. И достаете вы его оттуда как нал, а не нулем. Понятно в чем проблема нуля, да? То есть вы объявили переменную типа инт, и там уже значение ноль. Но не во всей бизнес-логике ноль это хорошо. Иногда, если нет значения, то его нет, а не оно ноль. Ну, например, у вас, вы не знаете возраст человека. Если у вас это инт, то этот возраст будет нулем. Ну, значение по умолчанию. А если это интеджер, то это будет нал. Ноль это возраст ноль, а нал это возраста нет. Вот в этом как бы, вот почему и маппинг на базе данных часто делают именно классами, обвертками, чтобы было, был нал. Типа нет значения, а не ноль, потому что это может привести, ну как, вот вы получили, блин, человека ноль. Это у него возраст ноль, или мы его просто не знаем. Ну, вот такие. Чтобы не было ошибок в бизнес-логике, или чтобы мы какие-то там велосипеды не изобретали. Типа минус один, это значит мы не знаем его возраст. Ну, вот такие. То есть, смотри, шоу-чек, а возраст минус один даже. Ну, или кто-то неправильно написал. Ну, вот, то есть, такие вещи. Но тут, когда мы начинаем работать с базой данных, всплывает вот эта штука. Мы начинаем плодить объекты, они потом съедаются сборщиками мусора. Ну, вот, свои проблемы возникают. И вот, ну, вот эти задачи, то есть, есть такое понятие оптимальность решаемой задачи. Вот, и когда, чем больше ты тонкостей, как оно устроено, знаешь, тем оптимальней ты решаешь задачу, потому что ты все эти факторы учитываешь. То есть, ты, когда пишешь, ты понимаешь, где и с чем это может конфликтовать, и где какие ошибки это может повлечь, и где это замедлить, где это увеличить. То есть, чем больше ты кода пишешь, тем больше тонкостей ты знаешь, тем больше ты их учитываешь, и тем оптимальные решения ты получаешь. Ну, это во время опыта нарабатывается. Ну, и книжки, когда читаете, тоже на какие-то моменты обращайте внимание. Единственное, что книжки прикольно читать, когда уже ты с этим сталкивался. То есть, ты более осмысленно читаешь информацию. Ну, понятно, что если ты нигде об этом не слышал, то ты и столкнуться с этим тоже вряд ли ты что-то напишешь. Ну, то есть, сначала надо читать книжки, чтобы хоть что-то написать, потом надо читать книжки, чтобы это писать правильно. Ну, и книжки, соответственно, разные. Так, это мы с вами обсудили. Дальше классы обвертки числовые наследуются от родительского класса number. Что это за number такой, мы выучим позже, когда будем учить наследование. Еще по поводу классов обверток. Смотрите, у них есть много дополнительных методов. Мы, в принципе, некоторые с вами уже рассматривали. Ну, давайте еще раз посмотрим. Мы знаем, что при помощи класса обвертки можно представить число в любой системе счисления. Ну, вот, например, toBinaryString. Я говорю, вот такое число. Хочу посмотреть, как будет выглядеть в двоичной форме. Единственное, что это будет строковое представление этого числа. Вот, я получил, что 234 в двоичном виде выглядит вот так. Единственное, что это, конечно, не число, а строка. То есть, как бы, строковое представление числа в двоичном виде. Как произвести обратную операцию? Как вот из этого, из этой строки сделать число? При помощи специального метода есть, например, вот пишем int. и сохраняем в int. Есть integer. Парсинт. Куда мы даем строку? А в качестве второго аргумента даем систему счисления. Вот, получили 234. То есть, что я сказал? Я сказал, что строка в S это число в двоичной системе счисления. Можно сюда поставить 2, 8, 10 и 16. 10 по умолчанию. То есть, если я уберу, будет как бы 10. Если я сюда что-то пишу, то используется тоже... Если поставить 10, то как же и выключить? Да. Единственное, помещается. Да, 11 миллионов. Да, он скажет, что он подумает, что там в десятичной системе счисления. И только это уже будет число. Вот эта строка, а это число. Если я поставлю, что тут 16-ти ричная система счисления. Он подумает, что вот это в 16-ти ричной системе счисления. И получится вот такое вот число. Понятно. А если я ему скажу правду, что это в двоичной. Вот он, 234. То есть, при помощи value-off тоже можно делать как бы parse. Вот parse-int, parse-double, to hex, string, value-off мы с вами видели. В value-off тоже можно давать, систему счисления задавать. Есть вопрос? Ну, окей. Тогда мы с вами переходим к классу string. Строки. Что такое строка? Строка это последовательность символов. То есть, любая строка это, не путайте и последовательность букв. Строка это последовательность символов. В строке может быть любые символы из любого, грубо говоря, языка мира. Чаще всего для хранения строков в Java используют объекты класса string. String это один из классов, включенных в базовую комплектацию библиотек Java. Строки в Java являются неизменяемыми и mutable объектами. То есть, после инициализации изменить строку нельзя. Можно ли создать новую строку с требуемыми изменениями? То есть, что это значит? Если вы создаете объект класса string, его последствий поменять нельзя. Он как константа. Единственное, что можно сделать, создать новую строку с внесенными изменениями. И у вас будет две объекта. Два объекта типа string. Ясно? Ну, поехали. Как можно создать строку? Строку можно создать двумя способами. В литеральной форме, когда мы пишем строку в двойных кавычках. Либо же вызов объекта, вызов конструктора класса string и передача ей в качестве аргумента строкового литерала. То есть, вот одна форма, вот вторая. В чем между ними разница? И в одном случае, во втором мы получим объект типа string, но различия небольшие имеются. Давайте посмотрим на них на практике. Напишем здесь Вася. Сделаем name1, name2, name3, а здесь напишем new Вася. New string Вася. Вот мы с вами получили три строки, хранящих одно и то же значение. И попытаемся их сравнить. Name1 равно name2, name1 равно name3. Как вы думаете, что будет? Original это подсказка среды разработки. Так в string называется этот параметр. Original. Вот. То есть, ну я по сути конструктору даю исходную строку. Ну, он ее к себе пересохраняет. То есть, он создает новый объект и ее к себе записывает. Так что, что тут будет? Ну, вот я так написал. Как вы думаете? Первое true, второе false. Первое true, второе false. Возникает вопрос, а почему опять? Как это работает? Есть такая штука, которая называется pull строк. То есть, pull строк это хранилище строк, с которыми вы оперируете в приложении. Там в виде мапы, ну, каркарта, ну, есть специальная конструкция, которая называется отображение или мапа, где пары, когда, где все хранится в виде пар ключ-значения. То есть, ключ есть значение. Это нужно для ускорения поиска. Значение, ну, в качестве ключа, там, например, может использоваться хэш-код. По хэш-коду мы определяем позицию, где эта штука хранится. Ну, это как бы, например, если бы в зависимости от вашего имени вам бы давали номер, номер квартир присваивания. Приходите, у вас спрашивают, как вас зовут. По определенному алгоритму, под ваше имя присваивает вам номер, в какой квартире вы живете. В этом случае, кто знает, как вас зовут, знает, в какой вы квартире находитесь. Ну, вот как-то так. И вас легко сразу там найти. То есть, не надо заходить в каждую квартиру и спрашивать, а вы четко знаете, где вы находитесь. Почему здесь true, а здесь false? Когда мы с вами инициализируем ссылочную переменную в литеральной форме, то есть вот так, то вот здесь создается объект класса string. Да нет, даже не так. Прежде чем создавать объект класса string, проверяется, а нет ли такого объекта уже в пулю строк. Ну, это специальное хранилище для строк. Если в пулю строк такой объект уже есть, то возвращается просто на него ссылка, и новый объект не создается. Если в пулю строк такого объекта нет, создается новый объект, и ссылка на этот объект помещается в полстрок. Соответственно, вот здесь, когда мы создавали Васю, в пуле строк его еще не было, был создан новый объект, ссылка на этот объект была помещена в полстрок, возвращена сюда и сохранена в name1. Когда я Васю создавал второй раз, он уже в пуле строк был, просто взяли ссылку из пуле 2 строки и написали в name2. По сути, в name1 и в name2 хранится ссылка на один и тот же объект. И на этот же объект хранится ссылка еще и в пуле строк. Тем самым опять добиваемся повышения производительности и сокращения объема памяти, занимаемой строкой. Когда я вот здесь вызываю конструктор, конструктор всегда создает новый объект, этот объект в полстрок не попадает. Когда я пишу newString, ссылка на этот объект в полстрок не попадает, а просто создается новый объект, хранящий Васю. Соответственно, поэтому в name3 и в name2 лежат разные ссылки на одинаковые объекты. Поэтому здесь true, а здесь false. Ясно? Да. Тут есть полстрок, а здесь нет. В очереди? А следующий, это какой? Вася4 в name2. Ну, будет опять же, как один и два. Из того же пула. Но ссылка на него в name3 хранится. То есть, если я сделаю вот так, это будет совсем другой, Вася. Это будет еще плюс один объект, не равный ни одному из этих. Тут тоже везде будет false. То есть, newString всегда создает новую строку, без newString — full строк. Это просто название аргумента. Вот это вызов конструктора. А original — это как в коде называется аргумент у этого конструктора. Это просто подсказка названия аргумента. То есть, за ним не скрывается какой-то интеллектуальной подсказки. Он просто говорит, как эта штука называется в коде. Ну, это среда подсказывает просто, как информационно вот эта штука называется. Ну, удобно, но можно выключить. Закатания на электромобиле будут ездить. Тихо же будет. А так, это обычные объекты класса string со всеми присущими методами. Кстати, по поводу equals. Если мы вот здесь напишем equals, то будет true. Да, здесь будет производиться сравнение значений объекта. Будет true. Ну, здесь true. Значения объекта одинаковые, ссылки у них разные. Поехали, это мы обсудили. Дальше, по поводу, как хранятся строки. В GVM строки хранятся в виде массива символов. Объект класса string свою строку хранит в массиве чаров. Правильно ли я так сказать? То есть, объект класса string построен на базе массива. Массива чаров. Поэтому один из конструкторов класса string позволяет создать объект string из массива чаров. У меня есть массив чаров. Я этот массив чаров скармливаю конструктору класса string и получаю на выходе объект класса string. Понятно? И у любого объекта класса string есть метод lens, который возвращает длину строки в символах. Поэтому я говорю, не путайте символ и букву. Пробелы это символ. И они ничем не отличаются от любого другого символа. По нумерации, к счету, сравнению и так далее. Вот у меня длина строки 5. Вот так делаем 6. Блин, не та строка. Ну, сейчас будет 6. Вот 6. Поэтому, что проблема, что он возвращает количество ячеек в массиве. Поэтому, что иногда люди себе учетную логин придумывают и нечаянно пробельчик ставят. В начале или в конце. Потом вводят это же слово. Пробельчиков-то они не видели. Она говорит, не подходит. А вот это и уже другая строка. И длина у нее уже 7. Нормальная уже 6. Если они так строкуются, то это не. Ну, это же опять же. Что такое нормальная? Кто-то написал учелки, не писал ничего. На это тоже надо обращать внимание. Ну, вообще, это логин и пароль, это отдельная история. Ясно. Ок. Основные методы класса стрим. Смотрите. У класса стрим существует большой набор или большое количество методов. Условно эти методы можно разделить на 3 группы. Это методы, связанные с позицией символа в строке. Это методы, которые модифицируют значение строки. Причем, видите, там звездочка стоит. Что это звездочка значит? Это значит, что мы не текущий объект меняем, а в результате работы метода создается новый объект с модифицированной строкой. И методы, которые обычно связаны с всякими операциями сравнения, анализа строки, то есть, с чего она начинается, чем она заканчивается, что она содержит и так далее. Здесь обладить надо, давайте все угодно. Ну, мы проверяем, с чего она начинается. Да, аргументы передаются. Давайте эти методы с вами посмотрим подробнее. Где они и как используются. Позиция символа в строке. Смотрите. Индекс символа в строке начинается с нуля и заканчивается количеством символов минус один. То есть, очень похоже с массивом. Индексирование символа в массиве начинается с нуля. Здесь есть длина массива Length, только в массиве это поле, а здесь это метод. И максимальный символ это Length минус один. Дальше. Есть метод, который позволяет по индексу символа в строке получить его значение. Этот метод называется CharAdd. Указываем индекс интересующего нас символа. Этот символ нам возвращается. Кстати, так же как и в массиве, к несуществующим индексам обращаться нельзя. Обратитесь к несуществующему индексу, получите exception. Давайте с вами сделаем строку, а у меня S уже есть. S равна MAMAMELORAMO. И S возьмем CharAdd. Метод CharAdd возвращает символ, который был найден. Есть методы, которые решают обратную задачу. По значению символа возвращают его индекс. Причем есть два метода, один из которых называется индексов, а другой называется LastIndexов. Индексов начинает искать символ слева направо. То есть с начала строки LastIndexов справа налево, с конца строки. Возвращается первое найденное вхождение. Для арабов. А? Это для арабов сделали. Я не делаю. Может это для арабов? Интересно, они пишут в обратную сторону и читают же, наверное, в обратную сторону. Это было бы ужасно. У них, наверное, нету программистов, да? О, арабов? А у них вообще кто-то есть? Зачем программистам на рынке? Что он там делать бы? Ладно. Такое. Да нет, есть, наверное, у них программисты. Так. Например. Индексов, ну, символ A, да, еще. Что будет там? Нашли первое вхождение. Этот метод является перегруженным. И ему можно в качестве аргумента давать строку. Тогда мы будем не только символ, да? А еще и давать в качестве аргумента строку. Тогда мы будем искать вхождение строки в строку. Например, я вот хочу написать MI. Тогда я буду искать не один символ, а целую под строку в строке. И этот метод мне вернет индекс первого символа искомой строки. То есть, индекс M, если MI будет найдено в исходной строке. Ну, вот этот. Что тут у нас? 7, 6, 5. Ну, да. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, 5 я вернул. Так, первую всего вхождение. Ласт индексов, принцип тоже. Тоже M вернет. Дальше. Есть... Такое же. Тоже 5. Неважно, индексов или ласт индексов. Когда он найдет MI, ответ будет тот же самый. Неважно, мы ищем сначала, с конца. Если мы находим одно и то же, то значение будет тоже. Дальше. Есть перегруженный вариант, где помимо искомого выражения, можно еще и указать, начиная с какого символа искать. То есть, не с нулевого, например, а с третьего. Задается в качестве второго аргумента. Если запустим, то уже будет не единица, а троечка. Ну, красит лучше, давайте с четверки искать, чтобы было наглядь. Найдет вот это. Вот, нашло восьмерку. Понятно? То есть, если через цикл это сделать, то можно найти все? То есть, где выйдет все индексы? Да, можно, например, написать метод, который найдет все вхождения символа А. Или любого другого символа. То есть, public void find Ну, тогда этот метод будет доступен не всем, а только тем, кто находится в этом же пакете. Сюда давайте напишем char symbol Что мне надо? А, и строку. Потому что сейчас будет public static Что мне надо? Мне нужен int index Он изначально 0 Потом мне нужен цикл Который будет перебирать эти индексы Ну, да Ну, который будет искать вхождение символа Индекс символа в строке Следовательно, мой индекс Будет равняться С. Индекс Оф Символа И мне надо проверить, что он не равен минус 1 А, почему минус 1? Если символ не был найден Если символ не был найден То возвращается минус 1 Кстати, начинаем искать с индекса Индекс и вот эту штуку проверяем Что результат не равен минус 1 Что я здесь сделал Я в условии нашел Индекс символа Проверил, что он не минус 1 То есть Символ был найден Потому что если символ найден не был Он мне вернет минус 1 А здесь я этот Символ Печатаю Индекс печатаю Будет работать Не, нам нужны все Индекс символа А Ну, когда вызовут, задам А, ну, да То есть Я сказал А, ну, здесь надо Сделать вот так С Вот Шах Это что такое? Индекс Ну Индекс А зачем? Если я не добавлю Индекс Плюс Он будет мне все время Находить одну и ту же букву То есть Я буду начинать искать Той Которую я уже нашел У меня будет Бесконечное Нахождение Одной и той же буквы Добавляем Индекс Эндекс Один Три Восемь Одиннадцать Вот мы нашли все Вхождения я говорю что индекс равен поиску символа начиная с индекса то есть изначально индекс ноль я начинаю искать с нуля начинаю искать символы я нахожу индекс например 1 записывал сюда печатаю то я начинаю искать а с единицы а там и так а я буду постоянно находить а в индексе 1 если я не делаю 10 поэтому словно выхода потому что если буква не найдено то метод индексов вернет значение минус 1 нет такой буквы не нашло значит минус но проблема в том что мне тут всего какое-то условия надо написать этаж я просто индекс ищу я его написал в условии потому что так короче можно было вывести дита дергать условия выхода из цикла не рад пока пока результат работы метода не равен выделение под строк так называемый метод substring то есть это метод который позволяет получить из одной строки его кусочек под строк то есть под строка это кусочек исходной строки есть два варианта этих методов с одним аргументом и с двумя аргументами substring с одним аргументом возвращает под строку из или кусок исходной строки начиная с указанного индекса и до конца например language substring 2 это language то есть со второго индекса и до конца ну вот 0 1 2 со 2 и до конца вернет вот это вот значит если мы указываем два аргумента то первый аргумент указывает начиная с какого индекса включительно мы берем под строку а второй указывает по какой индекс не включительно мы берем то есть со второго включительно по четвертый не включительно соответственно будет просто два ng ng второй и третий символы попадут под строку давайте проверим что будет ну что напечатает какой вопрос подвоху чего хочу напечатал то же самое метод substring вернул новую строку которую мы никуда не сохранили и просто потом напечатали старую для того чтобы получить новую нам надо или объявить ссылочную переменную и сохранить туда новую строку можно с перезатереть можно так написать тогда вот так то есть метод substring вернул мне новую строку которую я пересохранил в s а вот так я ее просто потерял либо вот так можно кто то везде используется где со строками работает там где необходимо там используется ну со строками много вообще работает много строковой информации приложить там прилично строку там прилично строк так пойдемте дальше ой замена элементов строки называемый метод replace метод replace заменяет указанные значения в исходной строке на заданные причем заменяются все вхождения смотрите letters replace B большая на B маленькая это значит что будет создана новая строка в которой относительно исходной все большие B будут заменены на маленькие B не одна первая а все этот метод является перегруженным и можно менять под строки на под строк то есть вхождение одной строки в другую меняется на какую-то другую вхождение причем длина этих строк исходная и заменяемая могут отличаться тогда исходная результирующая строка будут тоже и разной длины символы на символы строки на строке а да здесь можно один символ B а здесь можно писать несколько но это будет уже не символ а строка строка B менять на любую другую строку а если у нас вот здесь вот вот второй строки если это часть слова будет то вот найдем буквами то это все слово не только те символы опять мы от слова уходим то есть слово у нас тут нет слов здесь есть символы все они равнозначны вот если найдет там три символа заменит вот но только эти символы должны совпасть ну вот если эти символы где-то у нас строка есть символы которые образуют слова вот и найдет там слово есть два символа то оно то которое не совпали да останутся то оно найдет часть ну давайте посмотрим как это будет с с точка replace например у нас было поменяем м м на п и с в м и с и с на строку и здесь то на строку наша поменяем давайте покойче напишите цифры есть строку, а если мы там оставим одинарные кавычки как символы и сделаем два символа еще раз не понял больше одного это уже строка чар не может быть больше одного символа символ на символ строку на строку ферштейн то есть заменить ну такого метода вот готового нет ну такого метода нет надо писать самому в классе string такого одну букву заменить нет есть вот берем ctrl c, ctrl v дальше объединение строк или так называемая конкатенация в принципе мы с вами делали но давайте посмотрим какие еще бывают варианты строки в java можно конкатенировать двумя способами с использованием перегруженного оператора сложения или сложение равно вот так мы писали да или с помощью метода конкат можно писать вот так можно писать вот так в чем разница вот эта штука нагляднее читабельней но работает медленней вот эта штука работает быстрей по скорости вот этот конкат вот этот конкат медленней правда если вот здесь мы используем ну как бы два литерала два литерала это константы то вот эта операция сложения для конкатенации будет происходить на этапе компиляции и уже в байт код попадет уже готово значит тут просадки по производительности не будет но если бы у нас один из оперантов был была переменная то уже было уже работало медленнее единственное что вот конкатенация строк через перегруженный оператор сложения нужно ну с этой операцией нужно быть аккуратным вот здесь на примере представлено почему и к вам вопрос а что будет выведено на экран в результате выполнения вот этой вот операции ну первая вторая 3 так подождите первая 5 откуда 5 2 плюс 3 5 потом к нему добавляется уже холм а здесь здесь будет хэллоу вел 23 потому хэллоу плюс верт хэллоу велд плюс 2 хэллоу велд 2 плюс 3 хэллоу велд 3 операции слева направо тут а здесь хэллоу велд 5 потому что операции скобках имеет приоритет так окей поехали дальше объединение вызовов нескольких методов и так называемый мессед чейнер в принципе не только со строками широко используется но и в принципе в javis широко используется в чем суть когда вы на результате работы одного метода вызываете другой метод такая цепочка вызова методов например вот у нас есть слово sunday мы на этом строка sunday мы на этой строке вызываем метод replace меняем a на z получается sunday и сразу на результате вызываем еще sub string 2 обрезаем два первых символа получается нзи а потом добавляем туда и мы получатся зимон ну да я как бы не сохраняю промежуточный результат каждой операции а сразу же на результате предыдущей операции вызываю следующий метод чтобы вот как бы получить такой цепочку вызова он так можно писать пока не надоест но один следующий сервис то есть sunday на нем вызвали нет получили результат на результате вызвали метод получили за новый результат на новом результате вызвали метод получили окончательный результат и записали в перемену единственное конечно по производительности каждая операция будет создавать новый объект и у нас здесь будет три промежуточных объекта которые потом будут удалены сборщиком мусора но это уже касательно перформанса методы вызываются слева направо последующий метод получает на вход результат выполнения предыдущих по классу стринг есть вопрос нет аж уже не те операции последовательность вызова методов тут уже скобками их не разрулишь писать в другом порядке стринг-билдер что это такое смотрите давайте вспомним проблемы связаны со строком при работе с классом стринг надо помнить о том что объекты этого класса являются неизменяемыми что может приводить к проблемам с производительностью а какие проблемы с производительностью могут быть которые вызваны тем что объекты неизменяемые то есть создается много лишних объектов при изменении строк берете большую жирную строку что-то в ней меняете получаете новую вернее получаете еще одну жирную строку еще что-то поменяли еще еще что-то еще 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 получается вы каждый раз создаете новый объект а старый надо удалять ну это если бы например ваш редактор текстовый каждый символ бы дублировал существующий текст мы поставили символ раз полностью создалась такая же строка еще символ еще одна такая же строка кстати бы как бы это медленно работалось памяти так уж и поэтому объекты класса стринг обычно используют используют для хранения и чтения строк для нет для редактирования а именно для хранения куда-то их передачу чтения сохранения в базу данных извлечения из базы данных то есть все операции которые их не модифицируют и меняют когда у вас строка как объект информации ну просто как просто как информация и вы не оперируете как информация вот тут используют объекты класса стринг если же вам надо строку модифицировать то есть менять собирать что-то как-то с ней работать с ее структурой то в этих случаях рекомендуется использовать классы стринг-билдер или стринг буфер оба эти классы позволяют создавать изменяемые изменяемые или на английском mutable строковые объекты стринг-билдеры стринг-билдеры ну не в этом суть в чем между ними разница между этими объектами стринг-билдер один и другой являются изменяемыми стринг-билдер появился раньше стринг-бафер появился позже билдер или в первой джаве или во второй появился буфер появился в пятой в чем между ними отличиями стринг-билдер является синхронизированным классом То есть он является потоком безопасным. При многопоточной работе с объектами этого класса проблем не будет. То есть вы многопоточно не нарушите целостность этого объекта. То есть будет произведена синхронизация и потоки будут работать с этим объектом по очереди. Стринг баффер же является непотокобезопасным и многопоточно с ним работать не рекомендуется. В связи с тем, что вы можете получить непрогнозируемый результат. А как вы думаете, а зачем добавили позже то, что вроде бы является непотокобезопасным и может быть поломанным при многопоточном доступе? Да, почему? Правильно, стринг баффер быстрее работает по отношению к билдеру, потому что любая дополнительная функциональность потребляет ресурс. И операции синхронизации многопоточной тоже потребляют ресурсы. Поэтому стринг баффер работает быстрее. Как показала практика, со строками редко работает многопоточный. Обычно это что-то более локальное и один поток работает со своей строкой, другой поток уже со своей. Такие глобальные строки, с которыми надо работать многопоточно, ну как бы редкость. Поэтому в основном все используют стринг буфер. Баффер? Ну баффер, да. Ясно? Теперь по тому, как эту штуку создавать и как с ней работать. Создание объекта класса стринг баффер можно сделать при помощи нескольких перегруженных конструкторов. Вернее, имеется несколько перегруженных конструкторов. Если мы вызовем конструктор без аргумента, то создастся пустая строка с начальной емкостью 16. Если мы вызовем конструктор с имтовым аргументом, создастся пустая строка с указанной емкостью. Если мы вызовем стринг баффер и в качестве аргумента дадим какую-то строку, то создастся строка, содержащая строку, переданную в качестве аргумента, плюс 16 пустых индексов. Ну, плюс 16 пустых элементов. Таким образом, стринг баффер является потоком безопасным, а стринг билдер потока небезопасным. Стринг баффером пользуются редко, а стринг билдером пользуются частно. То я его перепутал. Все наоборот. Баффер был раньше, билдер появился позже. Билдер появился, ну, давайте проверим. Билдер в пятой джаве появился. Да, вот, стринг билдер появился в пятой джаве. И он не является потоком безопасным. Стринг баффер появился в первой джаве. И его методы являются потоком безопасным. Сейчас покажу, почему. Видите, синхронайз. Синхронайз. То есть, эти методы синхронизированы и одновременно могут использоваться только в одном потоке. Так что, будем с вами рассматривать стринг билдер. Для того, чтобы создать стринг билдер, вы можете использовать вот один из каких тут. Ну, чаще всего используют один из этих трех конструкторов. Конструктор без аргументов создает пустой стринг билдер на 16 элементов. Синхрин билдер с указанием размера создает строку заданной емкости. И стринг билдер со стринговым аргументом создает строку плюс 16 пустых элементов. У стринг билдера есть метод Length, который показывает количество элементов в этой стреке. И есть метод Capacity, который показывает емкость стреки. То есть, здесь мы можем увидеть емкость. Стринг билдер также построен на базе массива. На базе массива чаров. Ну, давайте попробуем с вами стринг билдер создать. Вот, например, пустой. Тут есть Length и Capacity. Sb Capacity и Sb Length Смотрим. Емкость показывает. Capacity 16, Length 0. То есть, говорит о том, что емкость 16, символов там пока никаких нет. То есть, размер массива 16. Если мы с вами создадим, например, с указанием какого-то Init Capacity, то будет следующее. Видите? Capacity 33, как мы указали. Length 0. Можем здесь в качестве аргумента передать какую-то строку. Hello. Мы видим 21, 5. Length 5. В Hello попало в стринг билдер. И к этому 5. Добавилось 16. Получилось 20. Yes? Большинство методов стринг билдер такие же, как и в классе стринг. Но есть и особенные или отличные методы, которые позволяют добавлять элементы, удалять элементы, менять последовательный порядок элементов. Давайте их рассмотрим. Например, метод Append является перегруженным и позволяет добавлять различные типы данных в конец строки. Похож на рейлист с методом Add. То есть, только здесь строка, куда мы при помощи метода Append в конец добавляем любые типы данных, представленные в виде строки. В зависимости от размера добавляемых данных могут изменяться значения Length и Capacity и Capacity и Объект. Давайте это дело с вами пронаблюдаем. For Например, делаем 100 элементов Берем наш SB Append Добавляем счетчик И смотрите еще какая удобная штука у стримбилдера есть. Метод Append возвращает ссылку на объект стримбилдера. То есть стримбилдер на нем вызывает Append а этот Append возвращает ссылку на этот же стримбилдер. Это значит мы сразу здесь можем ставить точку и опять вызывать Append и что-то тут еще добавлять. Так сколько угодно раз. То есть SB Append 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 и мы вот так накапливаем или собираем нужную нам строку. мы можем вывести и посмотреть что происходит ну как меняется Lens и Capacity вот можем видеть Lens этот наша это старая SB1 надо черточку провести чтобы не путаться где еще вот Capacity 16 Lens 2 16 4 16 6 то есть Capacity остается на месте а Lens растет от итерации к итерации потом смотрим вот она совпадает Capacity Lens потом Capacity становится 34 Lens 18 то есть автоматически Capacity выросла мы можем видеть раз да вот уже 70 35 70 38 то есть растет с каким шагом можем поискать поискать где тут происходит вот нюк вот как получается новый размер ну новая емкость стримбилдера ну и насколько увеличивается уменьшается умножить на 2 плюс 2 старая умножить на 2 то есть побитый сдвиг влево это как умножить на 2 побитый сдвиг вправо это как разделить на 2 ну на единицу эти побитые сдвиги все-таки надо знать потому что входные они часто встречаются то есть следующая емкость это текущая умножить на 2 плюс 2 зачем плюс 2 не знаю что он так не захотелось ну вот мы с вами видим как она по необходимости меняется это метод апэнт также есть метод insert который позволяет вставлять различные типы данных в указанную позицию если метод апэнт добавляет в конец строки то метод insert позволяет вставить внутрь строки здесь при помощи первого индекса вы указываете куда вставлять под каким индексом в качестве второго аргумента вы указываете что вставляет причем вставлять можно любой тип данных который будет представлен в виде в строковом виде и добавлен в указанную позицию вот например born вставляем 2 во второй индекс airborne получится есть не помню есть replace replace меняет так же как в строке все а нет тут вообще и replace все посмотрим нет есть replace start end и на что меня тут там replace был что какой символ на какой а здесь кусок строки на какую на какую строку здесь по другому принцип работы тоже есть replace но чуть-чуть по-другому работает записка при inserty строка раздвигается символы никакие не затираются не заменяются просто смещаются что у нас есть метод delete есть еще метод delete с двумя аргументами первый аргумент показывает начиная с какого символа удалять включительно второй показывает по какой символ удалять не включительно то есть вот это из этой строки будет удалена удалены значения 2 и 3 или значения под индексом 2 и 3 и есть метод delete char add которого в качестве аргумента одно интовое значение которое просто показывает или указывает на то какой символ 1 надо удалить в этом случае будет удалена четверка под индексом 2 ну и тут же также есть метод trim to size который мы говорили есть ну про который мы говорили когда рассматривали рейлист но там мы его проверить не могли здесь можем потому что есть capacity и есть length видите у нас capacity 574 length 290 поэтому мы можем сделать с вами sb . trim to size и потом вывести результат стало 290 290 подогнала под размер содержимого я думаю не включите но можем проверить строку как часто делают как я сказал строки хранят как стринг но работают ними как стринбилдер поэтому например у меня есть строка s south s мама мыла раму мама мыла раму раму я хочу в ней что-то менять мне из этой строки надо сделать стринг builder sb2 равно new string builder s и строки делай стринг builder теперь мне надо что-то поменять я уже меняю на sb2 . replace например что мыла это 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 по 9 и мы сюда должны дать строку что мы сюда дадим мыла ела раму нормально рама масло вот мы поменяли теперь нам надо вернуться опять к строке я говорю s равно string builder 2 to stream и у меня опять уже это все строка будет холл 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 потому что sb это разный это другой тип данных даже но если я здесь напишу string то будет true холл 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 что выкволся проверка на типы есть должна быть холл 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 он проверяет что то что пришло является строком а у нас string builder не строка поэтому сразу не равно холл он даже не пытается сравнить потому что у нас типы не соответствуют поэтому и возвращает холл такая реализация в принципе можно даже было не запускать а дойти в реализацию увидеть вот эту надпись и понять что будет фолл ну и по логике было понятно что будет фолл вот еще вопросы да следующее занятие у нас практика по строкам домашкой вам по строкам вроде прислал а вот в начале занятия держим в уме запоминаем запоминаем сейчас то лучше смотрю задание 3 пожалуйста что делать может а если нет вопросов в принципе на сегодня это все читаем книжки делаем задание формулирование вопрос это уже половина ответов это не а почему и а что что это это очень